друзья привет так ваши запросы по поводу жима двумя гирей мной конечно были услышаны и вот наконец мы собрались с мыслями и запишем что же делать с двумя гирями как сжать и какие есть принципы работы в этом упражнении а для начала друзья попрошу вас поставить лайк подписаться на канал ну и поделиться в социальных сетях этим интересным видео друзья жим двух гирь вверх это такое упражнение силовое и очень многогранные казалось бы да вот две гирки что мы берем там жмем какая же разница между разными типами жима разделим условно жим 2 гирь на два вида 1 это жим 2 гирь когда мы делаем это вместе то есть двумя руками одновременно мы выжимаем гири с груди второй же вариант когда мы делать это пытаемся попеременно раз-два 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 в чем же разница и как эти виды друг от друга отличаются ну начнем с того что жим 2 гирь это конечно же упражнение на ваши руки на ваши дельты на ваши трицепсы и все будет зависеть от того как вы делаете этот джим то есть как вы ведете свои руки то и будет у вас качаться то есть перегрузка чуть через стороны будет давать больше работы дельт а если же мы будем вести где-то близко к себе то вот отсюда уже будет работа ваших трицепсов и это очень хорошо видно когда вы работаете то есть здесь через сторону заводим дельты а если выжимаем сюда то работа идет на трицепс и так друзья первое что нужно для того чтобы жать понять для чего вы жмете жим это либо накачка мышц либо результат либо что-то промежуточное между этими двумя вещами что это такое да как выполняется жим на результат чтобы поднять очень много нужно потратить минимум сил правильно это верно и так чтобы потратить минимум сил нужно выжать как можно проще и быстрее где-то задать начальную скорость с помощью спины а раз и поднять гири вверх и бросить их вниз то есть мы делаем такой легкая подъем как бы то сделаем вдох вот многие считают это читингом но вообще вдох это читинг или нет но по большому счету да то есть мы делаем видите то есть задаем начальную скорость даже если мы не используем спин что делать если мы используем спину то есть мы где-то задаем и вдох и в то же время прогибаемся в спине делаем такой понимаете да и так выдох что мы делаем обратно мы просто бросаем гири вниз чтобы исключить максимально негативную фазу таким образом поднять гири в жиме будет намного проще и сделайте вы гораздо больше повторений следующий вариант это если мы хотим накачать мышцы что такое накачать мышцы нам важно работа дельта видных и трицепса таким образом мы ни в коем случае не должны стартовать с читингом работать надо равномерно по всей длине выпрямляя руки и медленно опускать гири вниз и так как это выглядит то есть мы не должны ни в коем случае где-то менять скорость выполнения упражнений она должна быть стабильной и верхние точки желательно не включать полностью руки для того чтобы мышцы не отдыхали то есть сохранять постоянное напряжение это имеет большую большую разницу в движении также можно выполнять жим гирь через стороны здесь будет включаться больше боковая дельтовидная мышца точно также не выводя руки верхние точки не выпрямляя их идеально будет если вы не будете класть руки себе на корпус то есть вот это вот прикосновение если не будет ну тогда и дельтовидные будут работать намного эффективнее если у вас дома легкие гири если вы не можете себе достать более тяжелые делайте медленно выполняйте упражнение медленно по сокращенной амплитуде и это даст вам прокачку дельтовидных очень хорошо что касается попеременного жима то здесь немножко мы все равно будем помогать себе корпусом вращение корпуса не вращение а наклоны даже корпуса в одну сторону мы выжили оставили руку здесь и опуская гиря вниз мы начинаем в движение второй рукой а и раз или два то есть это выполнять будет несколько проще такой жим чем выполнять жим двумя руками опять же почему потому что фокусироваться на одной руке вам будет значительно легче чем фокусироваться на взрыве сразу двух мышц я уверен что по переменным жимом можно добиться несколького больше чем жимом 2 гирь одновременно если опять же это делать правильно то есть если использовать какой-то определенный щитинг наклона вашего корпуса обратите внимание что здесь и боковые мышцы вашего пресса будут работать превосходно то есть те кто кому интересно прокачка боковых мышц они будут получать от этого больше бонусов ну что друзья сейчас проведем простой эксперимент сделаем несколько жимов сколько смогу реально строгих жимов на дельты не делал никогда сажим 2 гирь 32 килограмма это будет впервые на дельты попробуем пожать что получится ну что готовы 3 2 1 раз я сомневаюсь что я смогу еще пять раз но сейчас отдохну несколько минуток и попробую выжать технический жим посмотрим что из этого получится ну что а сейчас попробуем сделать эксперимент что я смогу техническим жимом уже сделал не технический чуть-чуть устал но я думаю что это не будет сильным влиять на результат поехали ну а Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, для первого раза хватит. 15 раз сделал почти за полторы минуты. Можно работать еще, если потренироваться, то можно работать намного больше еще. Я скажу, если вы хотите развивать мышцы, это одна тема, хотите показывать результаты, это совсем другая работа. Поэтому разделяйте работы, разделяйте свои цели, и добивайтесь именно своей цели, той, которую вы хотите. Успехов, друзья, в этом направлении. Если вам интересно, смотрите наш канал, подписывайтесь и будьте здоровы!